Понимаете, если говорить о том, почему люди раздеваются, чтобы привлечь к себе внимание и даже, казалось бы, с такой благой целью, как собрать какие-то средства, которые будут направлены на благотворительные цели, нужно понимать, что сегодня в обществе, по сути, существует самый настоящий культ тела, то есть нам навязывается, что мы должны обязательно ходить в фитнес-клубы, что у нас обязательно должен быть у мужчин ребристый пресс, у женщин упругая попка. И, конечно, вот такой культ тела, он заставляет людей действительно искать способы привлечения внимания именно за счет оголения или каких-то сексуальных фотосессий. И нам кажется, что это все нормально и что это в порядке вещей, но, конечно, если мы используем подобные инструменты для того, чтобы заниматься благотворительностью, это, мягко говоря, вызывает такие сомнения в том, что человек является, может быть, исповедующим вот эти вот ценности, благотворительность, помощь обездольным и прочее в таком ханжеском ключе, ханжеском. И, конечно, для современного мира это большая проблема. То есть сегодня на самом деле люди отвыкли проявлять такое произвольное внимание, да, то есть осознанно сосредотачиваться на чем-то. Мы уже не слушаем классическую музыку, мы не читаем классическую литературу, мы намного больше любим прокручивать новостную ленту, смотреть какие-то клипы. То есть сегодня вот это знаменитое клиповое мышление, оно, по сути, приобрело новую форму такого ленточного мышления, если хотите. И в этой связи даже самые благие мотивы, когда вы хотите реализовать, вам приходится играть по правилам игры, вам приходится именно привлекать непроизвольное внимание людей, да, делать какие-то вещи эпатирующие, да, эксцентрические. Конечно, в целом эффект от этого, на мой взгляд, больше негативный, потому что люди перестают думать, они перестают фокусироваться на материале, да, они все время ждут. Ну, когда же, когда же возникнет что-то интересное, чтобы нам уже насильно не фокусироваться, а чтобы вот нас вот завлекли, увлекли, вовлекли. Понятно, что вот это вот, так сказать, человеческое стадо, привыкшее к тому, что его куда-то вовлекают, привлекают его внимание, завлекают его там обнаженными торсами. Ну, направить таких людей можно ведь куда угодно, понимаете. И стоит ли удивляться поэтому, что в современном мире так много каких-то странных случаев, там, когда девушка из Москвы едет в ИГИЛ, запрещенную организацию в России, да, или когда человек вроде нормальный, здоровый, там, в секту попадает. Мне кажется, что во многом это из-за этого, из-за того, что вот нашим, нас приучили именно реагировать на вот эту ситуацию, когда нас куда-то вовлекают. Нас пытаются увлечь, наше внимание пытаются привлечь, и для нас это более свойственно, чем разбираться, критически мыслить и прочее.